друзья всем привет с вами канал observer меня зовут артем и сегодня мы поговорим о том чем же отличаются бинокли в которых используется стекло марки бак 4 и стекло марки е.д. экстра low dispersion очень кстати высококачественная оптика друзья поехали друзья не забывайте подписываться на наш канал у нас уже достаточно большое количество видеороликов на тематику оптических приборов ну и в дальнейшем и будет только еще больше поэтому если интересуетесь наш канал для вас итак друзья бинокли с используем стекла марки бак 4 и с используем стекла марки е.д. в чем же отличие начнем с того что данная оптика относится к разному ценовому сегменту бак 4 это очень распространенное стекло который используется в большинстве современных биноклей но а стекло марки е.д. как правило устанавливают в премиальных дорогих моделях и действительно но по качеству несколько отличается конечно же у них разный состав стоимость сырья друзья как я понял из обсуждений на различных профильных формах между данными стеклами отличается в 6 раз то есть оптика е.д. намного более дорогостоящие сложные в производстве друзья ну и будем надеяться что в 6 раз она будет по качеству картинки превосходить бинокли с используем стекла марки бак 4 главное отличие друзья данных стекол заключается в их свето пропускной способности которая конечно же намного выше у стекла е.д. то есть при прохождении через оптическую схему в бинокли с такими линзами свет практически не рассеивается рассеивается очень его малая часть и на выходе мы получаем изображение очень приближенная к тому который мы видим глазами то есть ощущение такое как будто бы мы смотрим не через бинокль а видим все это непосредственно сами без каких-то дополнительных приборов в то же время в стекле марки бак 4 света потери конечно же чуть выше и картинка уже не такая яркая четкая здесь когда мы смотрим него очевидно что мы наблюдаем через стекло через линзы стекло марки еды друзья изначально разрабатывалась для того чтобы по максимуму избавиться в биноклях от таких назойливых искажений как сферическая и хроматическая аберрация тоже время стекло бак 4 также исправляет эти искажения но не на таком уровне как бинокли с используем е.д. стекол кроме того друзья оптика е.д. позволяет несколько снизить длину хода светового луча без существенной потери в качестве картинки за счет чего такие бинокли в теории могут быть более компактными чем простые модели с используем стекол бак 4 или bk 7 особенно друзья это актуально не только в биноклях но и в телескопа строение ведь все признанные у опытных астролюбителей короткофокусные а хроматические рефракторы должны комплектоваться именно оптикой еды так мы получаем во первых наименьшую свету потерю ну а во-вторых свободный от искажений картинку при сохранении достаточно короткого фокуса самая дорогая оптика среди стекла е.д. это линзы f l который используется в некоторых биноклях производителя карл цейс это так называемое флюоритовое стекло является практически вершиной оптического прибора строения и дает около идеальную картинку нашему случае мы имеем дело с вполне обычным еда стеклом сегодняшним героем обзора со стороны оптики е.д. будет прибор ливен гук монако е.д. 10 на 42 но со стороны бак 4 мы посмотрим на ливен гук карма про также 10 на 42 то есть основные показатели у двух моделей одинаковые что друзья немало важен для чистоты эксперимента ну а теперь перейдем к тесту и посмотрим какую картинку выдает тот и другой бинокль область за которой мы наблюдаем находится на расстоянии 3 тысяч 300 метров от нашего местоположения и благодаря десятикратному увеличению мы видим ее также как с 330 метров при просмотре невооруженным глазом слева вы видите изображение полученные биноклем ливен гук карма про 10 на 42 с призмами бак 4 а справа ливен гук монако е.д. 10 на 42 с оптикой из низкодисперсионного ед стекла напомним что наш способ съемки камеры смартфона через окуляр прибора несколько ухудшает общее качество картинки и при непосредственном тестировании изображение будет более четким с меньшим количеством аберраций и большим углом обзора и тем не менее даже так разница достаточно заметно во первых еды обладает более правильный и насыщенный цветопередачей в то время как бак 4 дает чуть блекловатое изображение с уклоном в синий спектр во вторых разрешение также значительно выше у монак еды сравните детализацию крон деревьев перед зданиями в третьих опять же не в последнюю очередь благодаря возможностям низкодисперсионных призм при достаточно схожей конструкции монак обладает большим полем зрения что видно по окруженностям зрачков 5 и 6 градусов против шести с половиной градусов монак еды посмотрим на более близко расположенные объекты остановка находится на расстоянии 300 метров от нашей наблюдательной точки и за счет десятикратного увеличения визуально приближена к нам до расстояния всего в 30 метров здесь наблюдается абсолютно та же картина среди преимуществ оптики еды цветопередача разрешение резкость и угол обзора что ж друзья как вы с вами смогли убедиться оптика еды действительно дает несколько более четкую яркую насыщенную картинку чем бинокль с используем стекла марки баг 4 хотя он также весьма неплохо проявил себя в ходе тесты также дает очень очень приличную по качеству картинку что же друзья я надеюсь вам было интересно надеюсь нам действительно удалось наглядно показать разницу между биноклями с использованием того и другого стекла обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на кнопку колокольчик чтобы быть в курсе новых роликов на нем также если у вас остались какие-то вопросы или пожелания по тематикам будущих видео обязательно все это оставляйте в комментариях давайте делиться информацией и общаться не забывайте что в описании под видео вас ждет промокод на скидку на покупки в нашем интернет-магазине покупайте оптические приборы по самым выгодным ценам с интернет-магазином observer но я с вами прощаюсь всем пока